Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава книги «Бытия. Перевод российского библейского общества» для библейского портала «Экзегет». Я его читаю. У нас книга «Бытия», которая началась, как некоторое торжественное полотно о сотворении мира, превратилась уже окончательно в авантюрный роман, плутовской, более того, роман, где главный герой плут – это Иаков, один из патриархов, прародители израильского народа. Слушайте, это очень странно. Вот у многих народов есть героические предки. Вот тот, от кого мы все произошли. И попробуйте представить себе, что такой героический предок, ну вот у русских нет, допустим, у нас там князь Рюрик, который, ну он не русский же был, он был варяг, скандинав, или там, не знаю, Владимир Святой, который крестил Русь, что мы как бы долго и подробно рассказываем про приключения этого самого Владимира Святого до того, как он стал святым, вообще христианином, и он там много чего натворил. Я не буду сейчас это пересказывать, но это не наша тема. И мы вот на этом и сосредотачиваемся, и долго и подробно это изучаем. Зачем? Мы скажем, нет, он там крестился, он стал совершенно другим, он изменился. И вот здесь израильский народ пересказывает своим новым поколениям историю про то, как хитрил, обманывал и плутовал их предок Иаков. Это совершенно поразительно. Может быть, мы вернемся еще к этому вопросу, а для начала посмотрим. Значит, в предыдущей главе Исаак обманут Иаковом. Тот, притворившись своим братом Исавом, получает предназначенное тому благословение у своего отца Исаака. Ну и Исаак, очень горько на это обидовавшись, решает убить Иакова, как только умрет отец. Ревека хочет отослать своего брата Иакова, своего сына Иакова, подальше от его брата Исава. И для этого говорит Исааку, что старший женился на местных девушках, и они нам совершенно не нравятся. Как бы и младший то же самое не сделал Иаков. Такое краткое содержание предыдущей серии, вот уже прям детектив, да? Сложный сюжет. Исаак позвал Иакова и, благословив его, дал такое наставление. Хананейных в жены не бери. Ступай в поддан Арам к Бетуэлу, отцу твоей матери, ну, Ревеке, да? То есть, собственно, местность, от которой Авраам когда-то вышел. И возьми себе жену из дочерей Лаваны, ее брата. Вот они женятся все на, в общем-то, двоюродных родственницах, да? Как-то уж больно это странно. Но это сохранение такой чистоты линий, да? Вот как только Авраам был избран, нельзя смешиваться с местными народами. Да благословит тебя Бог всесильный, да сделает он твой род плодовитым и многочисленным, чтобы множество народов произошло от тебя. Да передаст он тебе и твоим потомкам благословение данное Аврааму, и ты овладеешь землей, где живешь, как пришелец, землей, которую Бог даровал Аврааму. А как же долгий и подробный разбор полетов, что это ты меня, сынок, обманул, как ты себя повел по отношению ко мне, где все это? Можно сказать, что просто это было сказано, но не в Библию вошло, да? Да, они же наверняка много чего другого еще сказали. Но как-то я бы вот не применил разобраться на эту тему. А для Исаака это не очень важно. Он передает свое благословение. И отныне тот, кто владеет его благословением после него, это Исаак. И все остальное это уже подробности. Это, простите, Иаков, все остальное это уже подробности. Исаак простился с сыном, и тот пошел в поддан Арам к Лавану, сыну Бетуэла Арамея. Лаван был брат Ревекки, матери Акова и Сава. А вот еще одна интересная деталь. Она нас приближает к разгадке, почему такая непочтительная история Иакова рассказана. Смотрите, двойные мотивы. Сначала Иаков купил у Исаака Исааку первородство за чечевичную похлебку. Просто тот был голоден и, не думая, отдал. А потом в другой раз он отца заставил себя благословить вместо брата. Второй раз, да? Теперь он уходит из дома. Почему? Потому что брат его хочет убить. Один мотив. И потому что он должен жениться, а жениться он должен на девушке из другой местности. Откуда, собственно, родом его мать, откуда родом сам Авраам, его дед. Другой мотив. Вот в жизни очень часто разные мотивы у одних и тех же поступков бывают. С одной стороны так посмотреть, а с другой стороны совсем по-другому. Исаак узнал, что Исаак благословил Иакова и послал его за женой в Паддан-Арам. Узнал, что вместе с благословением отец дал Акову наказ не брать жены Хананейнок. И что Иаков, повинуясь отцу с матери, уже пошел в Паддан-Арам. Тогда Исаак понял, что невестке Хананейнке не по душе его отцу. Пошел к Измаильтянам и взял себе еще одну жену, Махалат, дочь Авраамова, сына Измаила, сестру Навайота. Но этот вот утешался женами. Как только у него какие-то проблемы, надо еще раз жениться. Тоже ведь определенная характеристика, кто чего ищет. Исаак такой человек крайне приземленный. Ему там покушать хорошо, ему там жену взять еще одну. Благословение получить, но и на что он будет его тратить? А чем занимается Иаков? Вот этот хитрец, вот этот интриган, махинатор. Покинув Байаршеву, Иаков отправился в Харан. Дойдя до некоего места, он остановился застегнутой ночью и лег спать, положив под голову камень. Во сне он увидел лестницу, соединявшую небо и землю. Ангелы Божии поднимались и спускались по ней. Господь стоял на вершине и говорил Иакову, «Я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исаака. И эту землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и твоим потомкам. Многочисленны, как песок, будут твои потомки. И расселятся они на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и твои потомки. Я с тобой, куда бы ты ни шел, я буду тебя хранить. И верну тебя обратно в эту страну. Я тебя не оставлю, исполню все, что обещал». Проснулся Иаков и вымолвил, «Воистину Господь пребывает на этом месте, а я-то и не знал. Как же страшно это место, — сказал он, пораженный ужасом, — это же дом Бога, врата небес». А вот здесь мы видим, что Иакову-то важно все-таки с Богом отношения построить. Да, он хитрец, да, он махинатор, да, он без конца что-то придумывает. Но для него важно не покушать и женщину покрасивее себе взять. Для него важно стать частью вот этого божественного замысла. Вот может быть ровно поэтому. И может быть, когда израильтяне, ну и сегодняшние евреи пересказывают эту историю про своего первопредка, они говорят, вот смотрите, мы народ, у которого много своих, таких, скажем, своеобразных черт. Мы не идеальны абсолютно, мы никогда не были идеальны, но мы в отношениях с Богом. И нам из этих отношений деваться некуда. Все самое главное для нас в этих отношениях. А вот у Исава все попроще. Вот Исав, он такой простой парень, да, покушать и жениться. Наутро Яков взял камень, который клал себе под голову, поставил его с таймя, как священный камень, и возлил у него оливковое масло. Вы когда-нибудь делали свою подушку жертвенникам? А вот Яков сделал. Это тоже такое символическое явление. Конечно, он лежал на этом камне, просто там, ну, не было у него с собой ничего получше камня. Камень нашел на земле, положил под голову, на нем поспал, увидел сон и сделал из камня жертвенник. Но одновременно это значит, смотрите, что вот его простая жизнь становится служением Богу, невзирая вот на все эти его выкрутасы, выкрутасы, может быть, даже отчасти благодаря им, потому что они помогают ему, как бы, ну, найти свое место в этих отношениях, да. Место это он назвал Бетель. Бетель — это буквально дом Бога. А прежде город назывался Луз. И дал Аков такой обед. Если Бог будет со мной, берегая меня в пути, подавая мне хлеб и одежду, если я с миром возвращусь в свой чьи-дом, то Господь станет Богом моим. А вот он даже Богу условия ставит, да. Священный камень, который я поставил, станет домом Божьим. И от всего, что ты дашь мне, я буду отдавать тебе десятую часть. И с Богом он таки договаривается. Да? И кажется, Богу это не противно. Бог его не отвергает за это. Он может и так с человеком вступать в отношения. Но хитрец Иаков, получит ли он какой-то урок? Он тут обманывает всех, он тут Богу ставит условия. Поставит ли кто-то ему условия, обманет ли кто-то его? В 29 главе обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...